Героизм и охрана труда, понятия между которыми почти не существуют границы, в этом уверены участники пожарного биатлона. В четверг на базе ДСААФ собрались представители восьми команд спасателей из разных муниципалитетов, чтобы выяснить, кто быстрее и эффективнее готов спасать от беды российское население. Пожары, ураганы, аварии, каждый день спасателя, как страница из сценария голливудского блокбастера. Поэтому уметь нужно быстро ездить, ориентироваться в кризисных ситуациях, быть смелым и сильным. Каждый пожарный, каждый спасатель должен обладать обоими качествами. И быть хорошим спортсменом, быть опытным спасателем, просто серьезным человеком. Посмотрите по нашим этапам, это действительно реальные события. Это и вождение автомобиля, в том числе в экстремальных условиях. Это работа с пожарными стволами, с лафетным стволом, с ручным стволом. Это работа по разбору завалов. На этапе команда Тейкова. В боевом расчете 8 человек. Работают быстро, слаженно, молча. Им не привыкать. За год подразделение выезжает на 800 вызовов. 120 примерно пожары, 70 ДТП. Есть палы сухой травы и прочие ненастья. Этапами спасателей не удивишь. Для них это будни. Пилить и снимать мы участвовали также на последствия чрезвычайной ситуации в поселке Линско-Хованское. Соответственно, вот там пригодились наши знания и умения. То есть это в подъеме, конструкции железобетонных, распиловки их. И, соответственно, поиски пострадавших и погибших при этом чрезвычайной ситуации. Чтобы преуспеть в биатлоне, нужны теоретические знания и стратегия. Жюри очень строго начисляют штрафные баллы. Говорят, это здесь 10 секунд к общему времени команды, а на реальном ЧП вопрос жизни и смерти. Одно из самых таких серьезных нарушений – это нарушение боевой одежды и снаряжения. Работа на агрегатах, специальных пилах, бензоагрегатах, без забрала, беззащитной одежды, неправильный выбор позиций и так далее. В среднем у команды уходит примерно 10-15 минут на все 8 этапов трассы состязаний. Это на треть меньше, чем у других команд Центрального федерального округа. А значит, у жителей Ивановского региона шансов на спасение, в случае чего, больше. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.